В интернете много советов, как заработать, но не все они одинаково полезны. Сегодня поговорим о вредных советах и о заблуждениях, что мешает инвестору зарабатывать, как психологически вас обманывают советчики в интернете. Сегодня я раскрою 5 вредных советов, которые вы наверняка уже слышали. Всем привет, на связи Глеб Задой, инвестирую более 18 лет, в трейдинге более 15 лет, обучил 20 тысяч трейдеров и инвесторов, создал личный капитал более миллиона долларов на трейдинге и инвестициях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, здесь все про грамотные инвестиции и прибыльный трейдинг. Надо сказать, что за последнее время в интернете появилось много экспертных видеороликов, где спикеры делают ставку не на реальные какие-то математические расчеты, а, скажем так, на психологический комфорт для слушателя. Рассказывают в роликах о том, что хочет слышать зритель. Допустим, есть устоявшееся мнение, что ипотеку нужно гасить досрочно. Скорее всего, вы согласитесь с таким советом, что нужно вносить досрочные платежи. Потому что посчитаете, что чем быстрее вы выплатите долг, тем лучше. Люди не любят жить с долгами, долги давят на нас, так что с точки зрения психологии кажется, что это хороший совет. Но что с точки зрения финансовой грамотности и математических расчетов? Давайте разбираться. Итак, первое, что вам советуют эксперты, вносить досрочные платежи при ипотеке. Ипотека это вообще одна из самых больных тем для населения нашей страны. Ипотека сейчас составляет больше 50% от всей задолженности банком. И большинство стремится погасить ипотеку раньше. Избавиться от долгов как можно быстрее. С точки зрения психологического комфорта, опять же, это нормально. А теперь представьте, что ставка по вашему кредиту ниже ставки по вкладам в банки. Как сейчас. Что выгоднее в такой ситуации? Отнести деньги в банк или раньше погасить ипотечный кредит, по которому ставка, допустим, 6%. Или открыть в этом же банке вклад, по которому можно будет получить, допустим, 20%. Очевидно, выгоднее открыть именно вклад, а не вносить досрочные платежи. Психологический дискомфорт может быть из-за долгов. Но попробуйте поработать с цифрами. Посчитайте, сколько вы заработаете на вкладе или, например, в облигациях. Сильно больше, чем переплатите процентов по ипотеке. Я вас уверяю. Вот когда ставки по вкладам станут ниже, и, допустим, по ипотеке будет ставка 6%, а по вкладу 8%, то тогда, наверное, уже будет смысл гасить ипотеку досрочно и испытывать психологическое спокойствие. Еще один плохой совет. Постоянно покупать доллары. Вы точно встречали таких людей, которые говорят, просто постоянно покупай доллары. И они показывают, насколько доллар вырос за последние, скажем, 10-20 лет. И ведь не поспоришь с ними, доллар действительно вырос. Есть уже такой, знаете, финансовый стереотип, что доллар постоянно растет, и его выгодно покупать. Доллар растет, покупайте доллары. Действительно, американская валюта кажется надежным способом уберечь свой капитал от российской инфляции и даже для того, чтобы приумножить свои сбережения. Но так ли это? На самом деле не все так просто, как кажется. Давайте разбираться. Доллар тоже валюта. И он, как и другие валюты, также подвержен инфляции. Просто обесценивается он не так быстро, как, например, рубль. Покупка доллара не делает вас богаче. Покупка доллара может просто сохранить ваше накопление. От высокой инфляции в рублях. Все. Если покупать доллары и держать их так же, как рубли, под подушкой, это плохая идея. Деньги должны работать. А сегодня у нас практически нет инструментов, в которых мы могли бы вложить доллары. Так что сегодня куда безопаснее и, главное, выгоднее положить деньги на рублевый вклад или купить недвижимость, чем покупать доллары. Представьте, что у нас объявят, например, принудительный обмен наличных долларов по государственному курсу. Может такое быть? Вполне. А квартира, бетон, она так и будет стоять. А ее еще можно будет в аренду сдавать и получать с этого доход. Ну и даже если сравнивать доходность, например, облигаций в валюте и в рублях, или тем более сравнивать дивиденды в российских акциях, в американских акциях. Это же, как говорится, земля и небо. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Еще один вредный совет – ориентироваться на номинальную доходность. Объясню. Номинальная доходность – это цифра без учета инфляции. И она не отражает реального роста вашего капитала. Например, вклад по 20% годовых при инфляции 15% даст реальную доходность всего в 5%. На номинальную доходность мы можем ориентироваться тогда, когда наши будущие расходы тоже зафиксированы номинально. Например, платежи по ипотеке. Они же зафиксированы. Но если на наши будущие траты влияет инфляция, то нас интересует исключительно реальная доходность инструментов, а не номинальная. На самом деле, вклады в банки обычно приносят доход равной инфляции. То есть, вклад дает 20%, а инфляция тоже около 20%. И наши деньги на вкладе только сохраняют свою покупательскую способность, но не увеличиваются. Поэтому не смотрите на номинальную доходность. Даже если вам обещают 50% или 100% годовых, это не поможет вам разбогатеть, если в стране будет расти инфляция. Если вы хотите обогнать инфляцию и заработать на реальных инвестиционных инструментах, то вам нужно искать возможности, которые недоступны для простых смертных. Например, грамотные трейдеры могут самостоятельно зарабатывать от 100% годовых своим умом. Помимо этого, получение профессии трейдера открывает огромные возможности и перспективы для карьерного роста. Хотите взять свои финансы под личный контроль и научиться зарабатывать высокую доходность? Тогда вам нужна мастер-группа. Ссылка на мой авторский курс в описании к этому видео. Записывайтесь, пока там есть места. Третий вредный совет. При покупке акций ориентироваться на дивиденды. Очень часто эксперты советуют покупать акции, по которым платят высокие дивиденды. Но секундочку, по акции, может быть, и будут высокие дивиденды. Но нам интересно же еще, чтобы сама акция росла. Очень популярная акция среди тех, кто ищет дивиденды, это акция МТС. Действительно, в 2024 году от МТС можно было получить дивиденд 35 рублей. При средней цене акции в 250 рублей это была доходность 14%. Весьма неплохо. Но 10 лет назад МТС тоже платили высокие дивиденды. В 2015 они заплатили 25 рублей на акцию. Это тоже была высокая по тем временам доходность, около 11%. Супер! Вот только за 10 лет акции компании подорожали всего на 10%. И есть ли смысл вкладывать деньги в эту акцию ради одних только дивидендов? Весьма сомнительное мероприятие. Ради примера посмотрите на котировки и дивиденды Лукойла. Там совсем другая история и дивиденды увеличиваются и акция растет. Ради интереса посчитайте, сколько можно было бы заработать на одной акции и на другой. Все сразу станет понятно. Гнаться за высокой дивидендной доходностью сегодня нет никакого смысла. Очень часто инвесторы совершают такую ошибку, когда покупают акции, которые им советуют грамотные аналитики. Покупайте МТС, покупайте Газпром, это же там наше национальное достояние. Вот только часто такие акции, которые у всех на слуху на самом деле ничего не приносят, кроме головной боли и потерь. Хотите собрать грамотный портфель из реальных инструментов, тогда вам нужно в наш клуб инвесторов и трейдеров. Там мы регулярно выкладываем подборки самых лучших акций с самой высокой доходностью. Ссылка на клуб будет в описании к этому видео. Еще один вредный совет. Ждите выгодного момента для покупки акций. Многие инвесторы ждут экономического кризиса, чтобы купить активы по более низким ценам. И иногда это действительно срабатывает. Но попытки предсказать кризис часто приводят к упущенной прибыли. Почему? Дело в том, что на длинном промежутке времени рынки обычно растут. И если вы решите подождать год или два в надежде купить акции дешевле, скорее всего через это время вы купите их по более высокой цене. То же самое происходит и в период, когда ставки по кредитам высокие. Как сейчас в России. Компании могут привлекать деньги, выпуская облигации или акции. Но если у этих компаний возникнут проблемы, в первую очередь деньги возвращают тем, кто купил ее облигации. А уже потом акционерам. Поэтому облигации считаются менее рискованным инструментом. Но и доход от них обычно ниже, чем от акций. Так что высокая прибыль с акций это своего рода награда за риск. И если вы готовы его принять, инвестируйте в акции сейчас. Не надо ждать выгодного момента. Вы только потеряете время. Друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Поделитесь своим мнением в комментариях. Что вы думаете по поводу сегодняшних вредных советов. С какими еще вредными советами вы сталкивались. Пишите об этом в комментариях. Напоминаю, что под видео вас ждут полезные ссылки на мастер-группу. А также на наш клуб инвесторов и трейдеров. Присоединяйтесь к нему. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это очень важно для алгоритмов ютуба. И для меня лично. На этом все. Всем пока.